Добрый день, граждане из Улика Астана, меня зовут Белялов Сергей. Продолжаем знакомиться с книгой «Кристалл роста. К русскому экономическому чуду». Ссылку на него я поставлю в описании. В этой книге есть и такие прекрасные вещи, как фотографии трактор, который признан был лучшим. Танк Т-34, самый лучший. Это Кошкин разработник, это танк Т-34. Самолет Ил-2, один из самых лучших. Телевизор, который выпускал, кстати, кооперативами. Не государственные кооперативы, а кооперативами. Радиола. Далее у нас Волга-21, Экспо-58, признана самым лучшим автомобилем. Обратите внимание, впервые массово начинают выпускать автоматические линии в машиностроении. В 1951 году запущен первый в мире завод-автомат по производству автомобильных поршней, спроектированный экспериментальным институтом металлореживающих станков. В США подобный завод запускается в контент 1954 года. То есть и здесь мы были лучшим. Высокие темпы технологического развития затрагивают не только сферу тяжелой промышленности, но и производство высокотехнологических потребительских товаров для населения. 15 октября 1996 года с конвейера ГАЗ-автомобильного завода сходит первая Волга, легендарный ГАЗ-21. Автомобильный имеет уникальный для того времени дизайн, комфортабель и очень надежный. Экспортируется в 75 стран мира, получая самые высокие характеристики потребителей. В 1958 году ГАЗ-21 удоставился гран-при при международной выставке Брюссель Экспо-58. Далее Курчатов на военную технику. Понятно, наши сначально стали делать похожие самолеты с Боинга-29, поставили Ту-4, а потом построили Ту-95, который американцы не могут произойти до сегодняшний день. Ракеты П-1, это немецкие, и потом мы построили собственные Р-7. И американцы летают на наших советских двигателях. Юрий Гагарин, вы прекрасно его знаете, да? Далее. Есть доклад национальный, давайте почитаем его, да? По мнению ЦРУ, обе страны имеют примерно одинаковый уровень расходов на науку. Однако в России не менее двух третей затраты на научные исследования приходится на оборонный сектор. И как следствие достижения в определенных ключевых военных и промышленных областях сопоставимы, а в некоторых случаях превосходящие таковым США. Специалисты ЦРУ отмечают, что в нашей стране превосходно организована работа по обработке информации из научных изданий всего мира. Ежемесячно обрабатывают за тысячи публикаций научно-технической тематики на 50 языках в 88 странах. Эта работа ведет крупнейший научно-информационный центр Всемирного института научно-технической информации, который ежемесячно получает более 12 тысяч иностранных научных журналов и ежегодно публикает порядка 450 тысяч рефератов. Снабжение этой информации ученых по всей стране, используя современные информационные технологии, включая расширяющую сеть компьютерных центров, дополняет открытую научную информацию данные, получаемые по линии разведывательных ведомств. Американские аналитики скрупулезно исследуют основные научные сферы, выделяя высокий уровень развития нашей науки в области физики, математики, электроники, приоритет небольшого напряжения западных разработок, геофизики, ядерной энергетики и так далее. В середине 1950-х годов в рамках развития радиоэлектроники идет развитие и внедрение электронных в учреждительные машины, называются сейчас они компьютеры, созревают достаточно естественные идеи использования вычислительных технологий, мощнейших для целей планирования организации экономики. Применение компьютеров соответствует вычислительных технологий, не только значительно упрощает, ускоряет процесс планирования, но и открывает для организации экономики важнейшее развитие. Впервые идея применения электронных в учреждительных машин для целей развития экономики изложена академиком ИСАКом Семеновичем Бруком, руководителем разработки первой отечной информационной вычислительной машины с хранимой программой М1. В мае 1955 года Брук в пятом номере журнала «Природа» публикует статью об управляющих машинах, где ставит вопрос о передаче ИВМ функций управления технологическими процессами, а также характеризует потенциал машин для разгрузки человека от рутинных плановых операций подготовки документов. В феврале 1956 года под редакцией одного из основоположников отечественной кибернетики Анатолия Ивановича Китова выходит книга «Электронные цифровые машины», в которой изложена концептуальная идея применения электронно-вычислительных машин для планирования и управления экономикой. В последующие годы работа в докладе Брук Китов характеризует свои идеи, в том числе автоматизация планирования с использованием ИВМ для подготовительной планировки работ, выработка оптимальных вариантов развития экономики, расчет межбанковских балансов, схема оптимальных перевозок и ценообразования, соединения на управляемых машин в одну управляющую систему при помощи надлежащих каналов связи. В 1959 году Китов дважды пишет лично руководителю государства и предлагает создание системы управления экономикой страны на основе единой государственной сети вычислительных центров и единого органа управления по разработке, внедрению, эксплуатации всех автоматизированных систем управления в целях экономии средств и оптимизации управления Китов предлагает создание единой государственной сети электронно-вычислительных центров двойного назначения, военной и гражданской. По сути, Китовым формируется идея, которая затем находит свое воплощение в создании сети интернет. Научный руководитель Квант Академик Левин пишет, большой результат имел письмо Анатолия Китова в правительстве инстанциям в 1959 году, где им было выдвинуто предложение объединений между собой ЭВМ, распределенных на территории всей страны и о создании тем самым сети вычислительных центров всех государственных значений в интересах народного хозяйства и обороны. По существу предлагалось то, что в последствии получило мировое развитие, сейчас называется грин-технологиями, объединение которых вычислительных ресурсов для решения задач глобального масштаба. Китов во втором письме главе государства очень точно оценивает масштаб проекта глобальной цели, которую он позволяет достичь. Реализация данного проекта позволяет обогнать США в области разработки, используя ЭВМ, не догоняя их. Но это в то время был Хрущев. Но вы понимаете, что человек не государственник. Это не Иосиф Висович Сталин, который интересовался экономике, знал о всех ученых, разработчиках и так далее. Это, к сожалению, была такая практика, кстати, украинец, да? 30 лет украинцев управляли Советским Союзом. Вот такие у нас достижения и выдающиеся успехи в прошлом. Поэтому, пожалуйста, призываю всех читать книгу «Кристалл роста к русскому экономическому чуду». Это наша история, это наши победы, это наши достижения, наших дедов, прадедов. Нужно помнить, чтобы не быть манкуртами, которые выбрасывают собственные идеи. Мы были первыми, мы были лучшими. И нужно этот опыт использовать. А у меня на сегодня все. Доброго дня. Давайте жить богато, основываясь на истории, двигаться вперед.